Последний русский царь в пророчествах Исаии, хотя Библия не называют последнего царя от Востока, или удерживающего именем Георгия, в переводе с греч. Земледелец, все же образ этого царя ярко представлен во многих пророчествах Библии. Книга Откровения 16.12 говорит о приходе в конце времен царей от восхода солнечного, идущих на смену падшему западному Вавилону. Этот пророческий образ, образ царей с Востока, складывается в Библии благодаря многочисленным пророчествам о Мидо-Персидском царе Кире Великом, которого Библия называет помазанником, избранником, божиим, и о котором Библия напрямую говорит 23 раза. Глава за главой пророк Исаия представляет этого великого царя, который в то время еще и не родился. А когда родится, то в точности исполнит все, сказанное Аням. В том числе и он освободит народ Божий от ус Вавилона. Но какое отношение царь Кир имеет к последнему русскому царю, которого предание называют обычно как «белого», и динамичный образ которого представлен в истории С.В. Георгия, позвольте мне объяснить. Дело в том, что мессианский образ царя Кира настолько силен, что он во многом лег в основу библейских пророчеств об Иисусе Христе. На самом деле, фактически все пророчества, изреченные о Кире, и исполневшиеся в нем, мы все же еще раз прилагаем к Иисусу Христу, и видим, как на самом высоком, последнем уровне пророчества эти исполняются только во Христе. Иисайя 41 к 2-5 Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды, я, Господь первый, и в последних, я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Это, пророчество о Кире. Но это, еще и пророчество о Христе. И, как отголосок, пророчество о последних царях с востока, о последнем государе. Исаии 42 к 1-7. Вот, отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет. Да коли на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит, Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростивший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключений сидящих во тьме, из темницы. Только Христу навеки будут служить цари и князья, только на его закон будут уповать в конце концов острова, только ему принадлежат сокрытые сокровища земли, покоящиеся в ней люди, в ожидании воскресения, только он является спасителем, победителем, освободителем. Кира Великий про Кира, конечно, все это можно было бы сказать только с некоторыми ограничениями. Но все же, Кира Великий, около 600 или 576-530 год до Рождества Христова, был реальной исторической фигурой, в лице которого воплотился библейский принцип и характер царей с Востока. Другими царей с Востока Библия себе не представляет, но как отражение, да и после, фигуры самого Христа. Первый библейский царь от Востока, Кира Великий, невольно отразил в себе Христа, которому еще предстояло прийти. Он пришел спасти, освободить Божий народ. Он пришел на смену падшему Вавилону. Падение Вавилона. Кира Великий входит в город. Таким же образом и последний царь от Востока, о котором говорит Библия. Он тоже будет отражать Иисуса Христа, хотя и по-человечески, как и царь Кир. Ему тоже предстоит спасти народ от Вавилонского дракона. Он тоже приходит на смену Вавилону. Библия знает, таким образом, двукратный приход царей от Востока, как и двукратный приход Ильи Пророка, к примеру. Иисус в Евангелии от Матфея 16 главе объясняет ученикам, что Илья и вправду пришел перед его пришествием, только его не узнали. Илья пришел, как Иоанн Креститель. Но он придет еще раз. Перед вторым пришествием Иисуса Христа, учил Иисус Христос. Также с царями с Востока, царю с Востока, предтече Иисуса Христа, еще предстоит прийти. Это тот, образ который Библия представляет в образе, подобном новому царю Киру Великому. Поэтому Библия, в своей универсальности и компактности, посвящая целые главы царю Киру, говорит еще и об Иисусе Христе, которого Кир предвосхищал некоторыми своими качествами, и о последнем царе от Востока, который отразит в себе облик Христов. И об этом же царе, но уже другими словами, говорит и предание. И многочисленные пророчества о последнем русском царе. И образ святого Георгия Победоносца. Господь выполнил свои пророчества в помазаннике Кири. Но еще в большей мере, в Иисусе Христе, помазаннике. Дело в том, что такие тексты распространяются на помазанников царей, первым из которых и есть царь царей, Иисус Христос. А последним земным царем будет царь в подобии Кира Великого. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал Орла от Востока, из дальней страны Исполнителя определением моего. Я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал, и сделаю, Библия, книга пророка Исаии 46 2 и 10-11. Пророчества Исаии фокусируются на личности одного царя, предтечи Иисуса Христа. И подобные же пророчества, только выраженные несколько иным языком, пригоршними рассыпаны в русской традиции, и даже в пророчествах зарубежных предсказателей. Мы можем сказать, что многое в этих дополнительных, небиблейских пророчествах о Белом Царе является истинным, потому что оно совпадает с библейским пророчеством по своей сути. Так, в общем, и распознается истинное пророчество от ложного. Пророчество Исаии – это лишь одна из библейских ниточек, ведущих к царям с востока последних времен. Возможно, мы со временем разберем с вами и другие ниточки библейских пророчеств, которые приведут нас туда же. Здесь же хочется лишь добавить, что хотя акцент Библии делает на личности одного государя, все же книга Откровения предполагает, что в конце времен будут еще цари, и тоже с востока, которые равняются на нового Кира, на Георгия Победоносца. Длинный исторический разрыв – 2500 лет, и долгое молчание Библии о царях с востока наводят на мысль о том, что последних царей с востока следует искать не среди персов и медян. Достаточно одного взгляда на политическую карту мира и хотя бы поверхностного знания истории, чтобы увидеть, что наиболее очевидными кандидатами на роль царей с востока последнего времени являются Россия, Китай, а также те страны, которые находятся в их непосредственной орбите. Количество царей с востока не определено Библией, оно остается открытым. Реалии таковы, что Россия и Китай, а также ряд других стран, их список остается открытым и, скорее всего, будет расширяться, не только не танцуют под дудку пророческого царя Северного, США, но противостоят ему своей политикой, экономикой и идеологией. От этой реалии нашего времени нельзя отмахнуться, ее нельзя не заметить. И если Россия и Китай еще далеки от тех идеалов, которые предлагает Господь в Библии своему народу, то это ни в коей мере не лишает их будущего статуса и роли. Царь Кир был язычником, но его Господь использовал для своей благой цели. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!